Продолжение следует... Итак, давайте посмотрим, что это за трюк. Итак, друзья, я бы назвал этот трюк еще по-другому. Я бы его назвал «Проигрывает тот, кому достается король». Итак, что нам надо для трюка? Нам надо 3 одинаковых карты, 3 десятки, 3 одинаковых карты, 3 дамы, 3 одинаковых карты, 3 туза. Ну, не обязательно, конечно, брать десятки дам и тузы, можете свои брать. Итак, складываем их последовательно друг за другом. И последней картой, самой нижней, кладем короля. Кому достается король, тот и проигрывает. То есть раздаем. Король достался мне. Король у меня. Соответственно, у меня на руках лажа. А именно, две дамы. Две дамы. Человеку, которому не достался король, у него две пары. У него две десятки и два туза. Хорошо. Давайте соберем сейчас вот так вот. Как мы помним, король достался мне, да? Сейчас он лежит наверху. Перевернем. Король наверху. Я начинаю сдавать с моего, значит, второго игрока. Соответственно, король достается ему и, соответственно, он проигрывает. То есть король у моего соперника, и ему достается два туза. Так как короля у меня нет, у меня две пары. То есть две дамы и две десятки. Король у меня внизу лежит, да? К примеру, я собираю карты, и король опять у меня внизу. Для того, чтобы король... Сейчас, если я начну раздавать, король опять придет мне. Не достался мне, я возьму одну вот так карту, просто по-быстренькому перекину, и начну сдавать. Теперь король достанется не мне, а моему сопернику. Что приходит мне? Мне приходит опять же две пары, так как король у соперника, я получаю две пары, два туза, две дамы. А он, так как король у него, получает одну пару, всего лишь две десятки. То есть принцип понятен, да? Главное, сами карты вот эти не перетасовывать. А короля можно подсовывать куда угодно, туда-сюда, да? То есть, допустим, возьмем еще раз, вот король сейчас наверху. Начну раздавать с соперника, значит, король достанется сопернику, проиграет соперник. Перекину короля вниз, начну сдавать со своего соперника, король в конце придет ко мне. Значит, я, соответственно, проиграю. То есть, все это дело можно выполнять с колодой. То есть, для этого нам надо делать всего лишь фальшивое тасование. То есть, эти карты мы помещаем наверх, делаем фальшивую тасовочку. И раздаем. Король сейчас был внизу, так что он сейчас приходит ко мне. Соответственно, я проигрываю, потому что у меня всего лишь одна пара сейчас будет. Вот, две дамы, больше ничего нет. Соперник выигрывает, потому что у него две пары. У него две десятки, два тузика. То есть, я могу опять все это дело собрать, по-быстренькому, вот так вот, да. Король у меня сейчас наверху. И так, король у меня наверху. Раздача-то начинается с соперника, да. То есть, я могу их опять положить наверх. Провести фальш-тасовочку. Могу вот такую провести тасовочку, могу вот такую вот. И опять раздача на пятерых. Ой, на пятерых, по пять карт. Король у соперника, значит соперник опять проигрывает. Потому что у него всего лишь одна пара. Я выигрываю, так как у меня две пары. Вот такой вот интересный трюк. Так что, кому надо, можете спокойно его использовать. Думаю, он вам пригодится. Итак, до встречи в следующих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok